МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня День заповедников отмечается в России. Расскажите, пожалуйста, особо охранимые территории. Много их на Кубани у нас? Вообще охране природы на Кубани уделяется огромное внимание. По данным Минприроды Краснодарского края, в Краснодарском крае организовано около 400 особо охраняемых природных территорий. Шесть из них имеют федеральный уровень, остальные региональный. Кавказский природный заповедник, о котором вы говорили, относится к федеральным учреждениям природоохранным, имеющим наиболее высокий статус природоохраны. Ну, и наиболее старейший, наверное, в крае? Да, ему скоро исполнится 100 лет. И наиболее крупная его территория составляет порядка 3,5 тысяч квадратных километров. То есть это большой очень участок дикой природы, который охраняется на сегодняшний день наиболее тщательно. А вот если говорить о площади заповедника, вообще-то соотношение, допустим, всей Кубани и территории природоохраняемой? Ну, примерно 12-15% территории Краснодарского края подключены к природоохранным мероприятиям. Вообще следует сказать, что охраняемые территории на Кубани охватывают все возможные экосистемы. Это и горные, и предгорные, это плавневые участки, если мы берем дельту Кубани и прибрежье Таганровского залива. Единственный дефицит – это степные экосистемы, которые полностью отсутствуют, к сожалению, в нашем регионе. Все перепахано. Ну, история освоения нашего региона очень давняя. Ничего, к сожалению, не осталось. А вот горные системы, они в природоохране представлены наиболее ярко. Ну, теперь понятно, почему тысячи туристов ежегодно стремятся попасть в такие интересные места, где представлены горы, водопады, леса, редкие животные, редкие виды растений. А вот расскажите, на самом-то деле, какая основная задача для таких территорий, для заповедников, для парков? То есть это охрана или, может быть, научная деятельность какая-то? Ну, вообще, если говорить о заповедниках как таковых, это находка, наверное, чисто советская. Аналогов за рубежом нет. Вообще, когда организовывались заповедники в Советском Союзе, это после сразу гражданской войны, их основная функция была абсолютный запрет доступа любой хозяйственной деятельности на территорию этих учреждений. То есть вход вообще всем был запрещен? Кроме специального персонала. На Западе, как правило, было ориентирование на монетизацию услуг при общении к природе. Там развиты национальные парки, туристические тропы, то есть люди платят за то, чтобы наслаждаться. В Советском Союзе этого не было. Только с недавних пор национальные парки появились на территории нашей страны, и население более тесно, теперь сближено с некоторыми вещами. А вы как биолог считаете это правильно или нет? Ну, в ограниченном объеме, наверное, правильно, потому что не всегда хватает финансирования для того, чтобы адекватно обеспечивать природоохранные функции. Территории огромные, штат сотрудников для того, чтобы их содержать, должен быть большой. То есть, наверное, правильно. Ну, я тоже считаю, что правильно, потому что все-таки не каждый турист у нас способен оценить и сохранять все достижения. Ну, и плюс организованный туризм, он как бы приобщает человека к культуре, поведение на территории дикой природы. Не мусорить, не топтать, не кричать. То есть, я считаю, это очень полезно. Но я хочу добавить, что охранная деятельность – это тоже замечательно, потому что, если мы говорим о самом старейшем биосферном заповеднике, то в последние годы восстановлена популяция зубра, ведется восстановление переднеазиатского леопарда. И еще, я знаю, что медведи, благодаря деятельности ученых, сохранились. Да, еще какие виды, которые занесены? Там рысь, енот. Ну, на самом деле, смотрите, животных и растений, которые обитают на территории заповедника, их много. Три тысячи видов растений только на территории Кавказского заповедника. Обыватели, скажем так, считают, что основная функция заповедника – это охрана редких исчезающих видов. На самом деле это не так, функция заповедника гораздо более широка. Охрана любых животных и растений, которые произрастают, проживают на этой территории – это основная функция заповедника, плюс охрана ландшафтов, минералов, почв и так далее. То есть это глобальная экосистемная природоохранная функция. А какие проблемы вообще переживают заповедники? Наверное, основная – это финансовая. Финансовая? Да. Ну, финансовая, она влечет за собой кадровые проблемы, потому что, несмотря на то, что университеты готовят профильных специалистов и по гидрологии, и по климатологии, биологов, ботаников, зоологов и так далее, не каждый сможет позволить себе работать в этих достаточно сложных условиях. А вы бы работали? Расскажите. Смогли бы? Ну, наверное, смог бы, но трудно сказать, я не ставился перед этим выбором. Но, может быть, частично в определенном этапе своей профессиональной деятельности можно. Насколько она постоянно, сложно сказать. Но это трудная работа. Быть лесничим, допустим. Быть ученым и жить оторванным от цивилизации на луне природы. Конечно. Оторванность от агломерации – это, наверное, основной стрессирующий фактор, который не позволяет людям заниматься этой деятельностью. Каждый день выходить, допустим, на горную тропу – это физическая нагрузка. Плюс бытовые вещи. То есть, ну, это сложно. Мы пожелаем всем специалистам сегодня крепкого здоровья. Я напомню, сегодня мы говорили о парках, а также о том, что нужно охранять нашу природу. О заповедниках мы говорили с кандидатом биологической наук Леонидом Мугаевым. Таким было сегодня наше мнение. С вами была Юлияна Шнайдер. Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24.